всем привет мои хорошие дети в школе я навела порядок дома и бегом встречаться с подругой которая делала блефаропластику мы сейчас поедем ей будут снимать швы я заодно вот проконсультируюсь с врачом нужно мне это или нет что он скажет можно мне еще подождать с моими веками или надо бежать и делать короче погода у нас непонятно детей отправляла школу в 11 было очень прохладно ветер был ночью было холодно а сейчас я смотрю солнце выходит но все равно я надела свою олег шубейку кстати я значит заметил у нас вот в измерием я практически не вижу никого в натуральном мехе никто не носит здесь натуральные меха здесь в основном дутики ну или искусственные мне это очень радует потому что дагестане у нас было всегда по-другому если у тебя нет шубы то ты не в тренде я не знаю как там сейчас но раньше было так вход в метро лежит и никто же ее не потревожит турции так не кошек не собак стараются не тревожит смотрите на этих голубей и здесь их много жду подруга она должна сюда подойти я им насыпала корм посмотрите как они все слетелись может еще один взять я имя это не надо я имя 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 голодные такие вот этот стакан 20 лир сейчас стоит заходи знаменитые ножницы у меня подруга здесь работала сидим ждем девочки которые делали операцию уже вот моя подруга делали если кровь они зашли а мы ждем попиваем кофе у меня латты приятно удивлена что поликлинике во время ожидания можно попить латты приятный приятный полик нет это не поликлиника это клиника частная я приехала за своими птичками птичками дух такой ветер холодный за ирашке утром шапку не отделая этот платочек на шею думала папа заберет как обычно у него не получается забрать холодно на детскую ручку мы не пойдем на детскую площадку даже такой холод этот тоже паучок у меня или кто или зайчик ты кто зайчик зайчик побегай чик и ты зайчик побегай чик опа там он дома айзи ирашка прыг скок прыг скок накормить кошек это святое дело вот еще одна пришла у нас больше нету корма солнышко один последний был а еще еще пришли запах почувствовали такой холод и сегодня голубей кормила они такие голодные блюда и беременная рядом нету магазина мы захотели на детскую площадку так у холод ветер холодный никого нет и мои двое только здесь да сейчас я посмотрю здесь может бокали где им продают корм 10 минут тишины было пожалуйста 10 минут тишины было пожалуйста это чё такое какой к черту бассейн кто будет разгребать этот бассейн а ты почему не учишься он зейра учится по книге конечно то у нас за умный все знаешь нет спасибо научим потом я тебя научу потом солнышко мой крутой мальчик и детского крутая девочка не залезли у тебя колготки сегодня толстые толстый поэтому тени залезли и внизу еще носочки остались затем черношком тепло было давайте счастливо там он там а лифт не работает уже и ки айфа лануть и ким айм и уча и мы чалышми в вас ансер и апандаёк я птрандаёк всем привет мои хорошие дети в школе вот муж пошел сейчас как раз за ними сейчас три часа дня и мы сегодня забираем пораньше почему а потому что ослана всю последнюю неделю говорил о том что хочет купить камеру у него же есть деньги которые он собрал и он хочет камеру видеонаблюдение будет наблюдать говорит за своими животными будет смотреть что боры ними не проникли в дом и так далее он короче хочет ребенок и все от ящерицы от идеи завести ящерицу он давно отказался еще месяц назад я с ним очень 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 много разговаривала на эту тему и как бы мы договорились что вместо ящерки мы заведем потом попозже еще одного кролика и еще одного кошку или кота короче что было у нас два кролика два кота но это тоже не стопроцентным но как бы поменял свое решение что вместо ящерки он хочет других живут вот и получается деньги у него лежат и он же не может сидеть спокойно он хочет теперь камеру и вот неделю он утром просыпается и сегодня пойдем камеру купить сегодня пойдем камеру купить ночью ложимся завтра пойдем камеру купить по типам мира купить и вот как то так сегодня мы сможем договорили что пойдем все таки хотя бы посмотрим что за камеры какие цены чтобы как бы хотя бы знать с чем нам придется столкнуться он уже выбрал место куда он ее установит а вот где у нас елка стоит вот в этом углу наверху он не установит чтобы вся комната была хорошо видна вот так вот короче я вот жду я занималась домашними делам принципе я не планировала снимите я хотела чтобы муж с детьми один пошел мне чё делать но папа то не хочет один с детьми возиться на это я так думаю как бы что папе удобнее когда я с ними потому что я занимаюсь все время детьми я за ним смотрю и так далее вот а ему двумя детьми конечно некомфортный мне это нормально и с рождения привыкла с ними посмотрим сейчас придут и посмотрим что за камеру что вообще себя представляет эти камеры я понятия не имею они наверное есть разные ценовой категории с разными функциями и так далее а кстати я же не сняла видео на тему вчера же я ходила к этому пластическому хирургу на консультацию что он сказал пересняла видео по-моему не сняла он сказал что мне блефаропластика абсолютно не нужна но если говорит твоей душе то хочется я могу там что-то срезать что срежут не знаю визит твоей душе так хочется но блефаропластика тебе не нужно вот честно сказать я была приятно удивлена что врач не гоняется за деньгами доктор и другой на его месте могу сказать да срежу так далее я вам сказал тебе блефаропластика абсолютно не нужно очень стало приятно с той стороны что как бы костоя еще не такая старая но в принципе вот меня вот что напрягало напрягает особо не напрягать что я вижу в чем изменения своих глаз это вот вот здесь у меня опали веки вот а для этого говорят можно сделать нитевую подтяжку кто знает про это девочки напишите пожалуйста может кто делал нитевую подтяжку может кто-то что слышал вообще что это за процедура такая кто сталкивался это не значит что я сейчас же побегу делать нитевую подтяжку нет это я просто заранее хочу знать с чем мне придется столкнуться потому что мне уже 45 год стуки не девочка не 18 не 20 25 и даже не 35 лет нужно об этом уже думать у меня знакомые подруги с 25 лет уже и кололи ботокс и гиалуронку и операции делали и делают но у каждого своя генетика я как бы хвала себе генетика у меня хорошая но я и с спать никогда с макияжем никогда не ложилась я молодые годы с макияжем спать вот после рождения детей было такое несколько раз когда ты вот ну прям такая убитая что не в состоянии встать как всегда снимаешь макияж потом тоником потом крем ночной для кожи лица потом куда кожи вокруг глаз и так далее это все я делала лет с 20 22 наверно такого возраста и не забрасывает поэтому генетика тоже и вот и уход наверно ладно все закрывать короче у кого есть опыт подтяжки нитями и так далее дайте знать пожалуйста было бы очень интересно это скорее всего то на что я смогу пойти вот их чему я склоняюсь что я смогу сделать с возрастом подтяжку нитями или может быть круговой операции но уж точно не колоть как будто ботокс и так далее быть мы Все закрываем без геллиик нитями верова юа ач мачма ачма ачма ачм Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Добавил 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 субтитры DimaTorzok пожалуйста 69 едва что я этим хочу сказать девочки весы должны всегда работать не то что рот нужно закрыть и по ночам не жрать весы должны всегда работать чтобы контролировали свой вес и и еще я не видимо как все думали я тоже набираю вес вот так вот короче это мои ночные дожорства дали о себе знать у меня постоянно были ночные дожоры и по две по три шоколадные булочки в сутки это немало будет поэтому плюс 3 кило они у меня появились на боках на ляжках на боках короче посмотрим уйдут до лета или нет я ночные дожоры свою уберу из рациона так забрала я своих малышариков со школы сегодня уже не получалось на ужин у нас грибной суп я надеюсь они поедят его я давно не готовила грибной суп потому что несколько раз готовила они не ели турецкий к сыр тоже давно не готовила и пиды вчера это очень много взяли не доели по одному кусочку грею чтобы лишнее не оставалось так вот я обожаю грибной суп еще обожаю к сыр сад и его бюджон и весь день сад и все-таки аслан чуть-чуть назад спортсмены всем привет у нас утро мы с асланом проснулись умылись и пришли в пекарню здесь ждем дядю мурада дядя мурад заберет аслана и на работу асланчик опять идет вот такой у меня умничка растет мальчик на работу после работы на тэквондо здесь в делах весь в делах даже сильно а я купила шоколадные булочки попиваю чай там пойду домой провожу сына и домой я вытащу встать стой одевать удобнее обувь помогаю да на свою ножку нравится света куртка то у нее еще капюшончики с ушками ты у нас кто красотка бутылочку своей возьми она она идет на тренировке асланчик опаздывает и его дядя мурад привезет давай красотка пока я сейчас подожду аслана и после того как аслан пойдет на тренировки я выйду вместе с заловкой на пешую прогулку потому что вот эти лишние килограммы честно сказать меня начали беспокоиться мамин и селнышки ай а зей ашка ты чуть чуть пылета эти дэч чуть пиле эти пиле эти пиле эти Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня самый холодный день и ночь Ночью у нас 0 градусов показывает, что будет Это самое холодное, что за этот год было А еще меньше не было Будете в Турции, увидите вот такие вот деревья вдоль дорог Это не мандарины Это называется померанец, он горький На турецком турунч Турунч Горький такой, но его можно в принципе в салат использовать вместо лимона Турунджо Турунджо это оранжевый Турунчо Мы уже полчаса гуляем пешочком Нормально Вот так в Турции стоят машины Готовят они лукму Это вот такие вот пончики в сахарном сиропе Вот так они выглядят Еще бывают просто круглые шарики в сахарном сиропе Это значит кто-то умер У нас тоже когда дедушка умер, мы заказывали Вот так вот люди желающие у нее проходящих становятся в очередь и набирают себе Мы с соседним раздавали и вот проходящие тоже брали Я ее люблю, лукму в горячем виде И когда уже остывает не очень Вот забыла сказать, что вот наверху видите беговая строка Там бывает написано за чью душу Фазилет Эмир Тепель Померла и вот за упокой ее души короче раздают Мое солнышко, все свои игрушки, одеяло потащил сюда Я как раз все постирала Он с балкона все принес Учну, потому что рано встает А второе солнышко смотрит по телевизору мусики А мама готовит кушать, да? Ой, здесь у меня еще вещи, которые надо повесить У мамы стирка никогда не заканчивается Дерешка смотрит по телевизору Русский алфавит Я готовлю плов, рис и отдельно мясо с морковкой С луком я уже пожарила Здесь у меня салат Здесь у меня тыква запекается Короче, хозяюшка я сегодня У меня все готово Даже кто-то уже успел поесть Рис Рисенька к рисеньке По рецепту моей свекрови Мясо Салатик Он не заправленный Я весь салат не заправляю сразу Если вся семья не садится И тыква Здесь тыква с корицей и с орехами Здесь с изюмом и с орехами Пахнет просто безумно Еще раз, пожалуйста, правила Какие условия игры? Кто победит по три раза Кто сделает по три неправильно Кто три раза выиграет в камень, ножницы, бумагу Что будет? А тот сейчас съест Тот съест чупа-чупс А кто проиграет тому, что? Тому ничего И деньги ему И это ему Ну, давай Камень и бумага Раз, два, три Еще Камень и бумага Раз, два, три Ай, зараза Камень и бумага Раз, два, три Бабу, не я Я победил Значит, все, моя Я тебе это открываю Да, честно, выиграл Господи, я проиграла Мама, а вот это моя Я такой сын Твоя, Зейра Я меня такого родила Давай Да, я тебе такого родила Какого такого, папа? Давай Вот такого Вот такого, какого Давай с тобой тоже Давай, камень, ножницы, бумага Раз, два, три Подожди Чуть подальше Отойди Я тебя так не вижу А мама только Ты взяла камень А я сделаю То, что я захочу Нет, камень Нет, то, что я хочу Я выиграла Ты же бумага Я ножницы Как ты выиграла? Иди сюда Еще играем Один-один у нас Положи туда Нет Давай Камень, ножницы, бумага Раз, два, три Так, пока нет А я твои ножницы камнем Ты пока проигрываешь Давай еще Нет Еще Нет, я выиграла Нет На этого дурочка Это он свои сегодня Заработанные деньги показывает Он же сегодня на работу ходил Ладно, иди, скажи папе Пусть откроет Только кушайте на кухне Туда-сюда Не бегайте с конфетой Заработанные бои Заработанные его куда ходила сладости брать не надо аслан там у тебя орешки сейчас рассыпятся аккуратно не надо я шоколадки не разрешаю вам кушать причем тут осланчик хочет я тут прилегла